Привет, друзья! Сегодня очередное необычное видео, в котором я расскажу о королевском игровом мониторе. Речь пойдет о Asus Republic of Gamers Swift PG279Q. Королевский он потому, что оснащен 27-дюймовой IPS-матрицей, которая в свою очередь обладает уникальным набором характеристик с разрешением 2560 на 1440 точек. Такое количество точек позволяет монитору выводить изображение с высоким уровнем детализации. Если кто-то в танке и не понял, 2560 на 1440 точек – это 2К-разрешение. Такое разрешение экрана, на мой взгляд, наиболее оптимально для гейминга на ультра-настройках, потому как 4К затрачивает нереально огромные ресурсы компьютера и не о каких ультра-настройках и речи идти не может даже на топовом ПК. Что касательно уникальных геймерских характеристик, в мониторе реализованы очень удобные функции, которые очень сильно помогут во время игры. Сейчас расскажу почему. Во время игры вы можете активировать прицел. Здесь их 4 вида. Думая хардкорным ПК-бояре, мне нужно рассказывать, для чего нужен прицел и как он может предрешить финал матча. Для контроля фреймрейта в монитор встроен счетчик кадров и таймер. Все это можно активировать нажатием клавиши на задней части монитора. К слову, о органах управления монитором. Управление монитором происходит с помощью четырех клавиш и одного пятипозиционного джойстика красного цвета, который похож на канцелярскую кнопку. Все это дело располагается в задней части монитора. Что касается работы с периферией, здесь предусмотрены два порта USB 3.0 и один аудио выход 3.5. Присутствует и встроенная акустическая система с двумя динамиками по 2 ватта каждый. Касательно интерфейсов подключения, на мониторе вы найдете один дисплей порт и один HDMI. Данный монитор является мечтой любого любителя шутеров. Спросите, почему так? Все потому, что монитор обладает немыслимой частотой обновления матрицы в 165 Гц. К сведению, кто не в курсе, что это за цифры, обычные мониторы обладают частотой обновления матрицы в 60 Гц. Соответственно, чем выше показатели обновления, тем комфортнее воспринимать происходящее на экране. И вообще, все киберспортсмены играют только на матрицах с обновлением в 140 Гц. Теперь, пожалуй, о самом главном. Поддержки технологии G-Sync, разработанной компанией NVIDIA. Как известно, мониторы имеют фиксированную частоту обновления экрана, а графический процессор создает изображение с переменной частотой. Из-за этого возникает рассинхронизация кадров, которая приводит к артефактам на экране. Исправляется эта технология и V-Sync вертикальной синхронизацией. Она, в свою очередь, подгоняет необходимое количество кадров под необходимое значение на аппаратном уровне. Из-за этого проявляются задержки и глюки. Решает эту проблему технология NVIDIA G-Sync, которая синхронизирует частоту кадров между монитором и графическим процессором. Вследствие чего устраняется неприятный эффект разрыва кадра и уменьшается задержка отображения. Что обеспечивает как более высокое качество картинки, так и лучшую реакцию игрока. На этом все. Пишите в комментариях, какой у вас монитор и какая у него диагональ. Узнаем, кто с чего смотрит видосики. Спасибо за просмотр и до скорого.